Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Давненько у меня не было командных игр, вот представляю одну из таких, решил восполнить пробел. Игра 3х3 на карте Запад-Восток. Я играю за ирокезов, у меня в команде ещё шашоны и китайцы, против персов Дании и Индии. В игре присутствуют определённые правила, ещё не просто так тут всё будет, но о них чуть дальше. Приятного вам просмотра. Так, ну, я в принципе готов. Ещё раз давай проговорим правила. Без накопления и сжигания учёных, то есть все учёные только в Академии, да? Так, ну, тут только садим, сжигать нельзя. Значит, все учёные только Академия. Дальше. Великая библиотека, Великая стена, Мавзолей Геликарнавский, Храм Артемиды не строим. Да. Что значит Конгресс? Вообще без Конгресса? То есть ничего не предлагаем и ничего не голосуем? Да, просто направляем делегатов, ну, ни одного делегата не направляем, всё. Так, ну, шифты последние секунды понятны. Без варваров и без ГГ, окей. Столицы на внешнем море ставить нельзя. Значит, если я сейчас появлюсь... Да, придётся уводить. Бывает такое, что появляются двое и они... Я понял. Без обсерваторий, без атомок и ядерки нельзя покупать, а только строить. Да. Так, без футуризма, так, без шпионажа. То есть шпионов нельзя никуда сажать, да? Да. Ну, это он сделал для того, чтобы сложнее было самолётами нападать, то есть кавалерию надо строить. Ну, ладно, всё. Готов. Поехали. Удачной игры. Ну, тут чисто такие правила, знаешь, чисто на развитие больше. То есть, чтобы нельзя было как-то резко ускориться в какие-то... Не, ну, я думаю, что на запад-восток это имеет смысл. Потому что такая карта тут... Ты довольно долго не знаешь, что там у соперника. И получить потом... Знаешь, потратить часа-полтора, чтобы просто проиграть из лучшего места. Нафиг надо. Ну, я бы ещё отменил бы чудеса природы в том плане, что их обрабатывать-то. А, ну вот теперь я на воде, блин. А, ещё и шашу на воде. А, ещё и шашу на воде. Ну, без вверх. Ты что тут шпионишь? Агент. Так, это... У кого дискорд остался? А ну, Лизеру вообще объяснили правила? Да он знает. Да, теперь не всё так прекрасно, как в тех партиях. Да уж. Ну, реки есть, в принципе. Вот мне тут какая-то Петра тоже вроде просматривается. Возможно. Я сейчас ещё следующим ходом встану на холмы, посмотрю. Хотя мне, конечно, хочется больше поставить вот на лугу рядом с рекой, чтобы все три вина можно было забрать и, например, монастыри построить. Взять пантеон на вино. Ну, там ты под линкорами конкретно стоишь. Я вообще-то думал пойду... Ну, тогда могу на равнине. Вот не на лугу, а на равнине ближе к верхнему вину. Я вообще думал пойти в волю, пора расставлять там 3-4 города на побережье, потом выйти по быстренькому богословию, забрать раку и взять три молотка за каждый прибережный город. Ну, это тебе за шашонов именно? Да. В принципе, вино, благовония, люксы, алмазы, камень, мрамор, серебро. Ну, серебро, может, у китайца будет ещё одно. О! Когда у тебя там чудо, вот реально идти туда? Я вот на эту равнину поставлю, как я и сказал. У меня нет, знаешь, что ли? Ну, плоховато тебе внезапно стало. Слышишь, с каким-то... Ну, так, блин, я микрофон чуть-чуть дёрнул. Он скоро успокоит. Отличный у тебя микрофон. Что, мне ставить тут? Или я не знаю, либо... Не, Леша, если ты поставишь тут, то ты мне заблокируешь городу там. Слышите, мне ставить там, где мой постил. Он нормально на халку. Я и благоуни, сельво соберу. Ну, уже ты ничего не выберешь. Ты как-то тоже сам соображай. Что-то взял ход. Леша, не ставь город. Ты мне, если поставишь, ты заблокируешь мне между вином и благовонием. Поставь чуть ниже, вот, пшеница. Да, я тоже думаю, что... Тут неплохо будет и пшеница, и кайлас, и... Слушай, а что, значит, я тебя заблокирую благовоние? А мне что, не надо ничего? Я тебе отдам, это же командная игра. Да ну. Я против тебя играю в этой игре. Командная, некомандная. Вынести, а лонс. Может, ты кайлас вообще прям... Не, не. Я хочу вот тут, где... На речке, на том бережочке. Тут еще, может, Петра, возможно, понимаешь? Мне хоть какие-то еще эти... Как его? Хоть какой-то лес, чтобы был. Сейчас мы кайлас быстро купим. Вы мне скинетесь? Скажешь, когда скинет его. Походу прошел, да? Успокоился. Да. Ну, отлично. Слушай, иди, китаец... Ну, да. Китайцы разведаю. Тут внутрячок какой-то есть. Маленький. Ничего себе они... Пантеон на четвертом ходу. Ну, чудо, чудо в столице. Нормально. Нормально, пацанам, прошло. Тарт. Ну, это, видимо, Синай. Только если... Не, Улу, может быть. Блин, забрали у нас за чудеса природы. Ну и что за то улез, там нужно вино и благовольное. Я, наверное, на стеребро, можно жанеры. О, у нас тоже нормальная штука есть. О, круто, да. Ну, китаец, это твое. Да, ну, китаец, я думаю, ты знаешь, да, куда ставишь. А давай ты проговоришь, куда ты будешь ставить. Прямо на серебро может поставить? Да, можно. В горе не обязательно ставить, потому что мы... Я как раз Мачу-Пикчу там смогу построить в двух клетках от горы. Не, Мачу ты можешь и припыть построить. Не обязательно в ГУ. Слушай, тебе... Там барьерный лифт это неплох. Что, что? Ну, я просто думал, может тебе прям вот по этому внутреннему морю и ставить города себе, хотел сказать. А, расселяться? Ну, я думаю, что какая разница, что ты поставишь, что я поставлю. Мы можем друг другу пускать караваны и так. Да, да, да. И еще у меня уже 15 голды сейчас будет. Скажешь, как тебе надо деньги придать. Ну, это пока не скоро. Федор, я не знаю, святилище строить, забирать или за серебро. Выберите, то не, то не выберите. Поэтому святилище построить и за серебро забрать. Да, забирай. В принципе, даже можно сливать серебро поставить. Я так еще и пряности достану. В принципе, мне понравилось. Кстати, да, можно вам поставить. После животноводства, что, добычу руды? Да. Потому что у нас алмазы и серебро. Я, наверное, в традицию пойду. Я думаю, что... Конечно, в традицию. Добычу выбери. Агент, заходи в дипломатию и смотри, что мы выбираем. Да, да, да. Я знаю, я знаю. Я все уберу. Я шар. Я строю амбар, а не святилище. Потому что веру я получу скайласа. И возьму пантеон. То есть не нужно посмешивать. Ну, а это зачем? Это так надо. Фигня полная. Я не буду это принимать. Слушай, Леша, может, ты построишь стихилище, заберешь вино, водоводник. Это залог победы. А тебе не кажется, что зачем тратить время на святилище, если я из скайласа это возьму? А, все-таки, да. Что-то я тут помню. Ну, при других условиях я бы переключил на яблоко с молотком. Но тут нам деньги нужны, чтобы купить кайлас. К тому китайцы 24. 20. То есть 44. Так, 25. 46. 77. Календарь. О, 30. Так, два хода. Сейчас он сам купится, а потом я куплю кайлас. Да, на железо. Железо? Хорошо. Да, давай же говорим. Так, через два хода я у вас возьму денег. Я не знаю, сколько будет это стоить, кайлас. У меня через два хода прибавится клетка рядом с кайласом. Я думаю, где-то 90 галд будет стоить. Ну, будет у нас на него. Да, да. Слушай, китаец, наверное, селись вниз. Так, а я к барьерному рифу. Нет, а где Леша будет стоять, ты подумал об этом? Мой барьерный риф. Да, да, ему реально. Он пусть там в укрите стоит внизу. Смотрите, там хорошая города. И слева от масонка они тоже будут хорошие. Просто у нас, получается, шашон будет по побережью селиться. Ты заберешь этот мой кричок, я понял. А я... Да, да. Вон слева, где масонка они, видишь, там две лошади, алмазы, пшеница. Там хороший город на реке. И там, где холмы, вот серебро, алмазы. Слева внизу бизоны, благородные. О, 65 стоит. Ну, так мне даже немного надо. Что-то как-то дешево. Обычно по дороге. Потому что я не покупал клетки вообще. Ну, так вы у меня барьерный риф от Джаби. Да, мы против тебя. Так, сколько мне? Ребят, я могу сейчас следующим ходом уже пантеон взять. Может, мне вам оставить сначала пантеон и взять? Сколько вам? Мне еще три хода. У меня сейчас четыре всего лишь. То есть, стоит ли мне первому брать пантеон? Забери, забери. Мало ли, у них тоже есть. Просто у меня-то плюс шесть, как бы, в ход. Я-то быстро набью. У меня еще пять очков ваш. Это пять ходов. Ну, станет потом намного больше. Ну, смотрите. Мое дело предложить. Так. К тому, веру, мы первые навряды, да? Конечно, нет. Конечно, нет. После обработки уже календарь, да? М-да. М-да. Вырасту до четырех и тогда буду поселенцев строить. У меня производства нету вообще. У меня только одна. А так как бы с яблок хоть что-то будет. Слушай, а тут близко, смотри, через две клетки прямо. Тебе надо город ставить вот там, где эти лошади. Чего-чего? Это мне? Я Шошон. Где именно? Ну вот где у тебя стоит скаус, ари, там через две клетки прямо местность. Надо как-то так поставить, чтобы под арту не попадать, но с другой стороны... О, нифига себе, 19-й ход, зашибись. А шо не взяли? Да, да. Да, производство, наверное. Магады. Магады все-таки, иудай, иудай. И плюс аинг золото от каждых четырех жителей. Магады все-таки, без мамы все тих院 посмотрите такие ик. Продолжение следует... Да, бонусы ирокезов здесь не очень будут. Леса практически нет. Но мне, видимо, вот тут надо будет город ставить. Да. Еще один город. Еще подумаю, где. Вот шашон взял. Так, мрамор, наверное. Пирамиды построишь? Отличные у тебя звуки на фоне. Что, там на пианино играешь? Ну это, блин, специально. А шо, мы висячки будем рашить или нет потом? Ну, мне они как-то не особо. Так что? Ну что, у нас одно чудо, да? А, нет, два. Тьфу ты, два. А, два нормально. Ну и у них два, видимо. У нас зато Рик. Рик у нас посильнее. Рик, говорит, лучше у нас. А, ну да. Жалко, что плюс четыре не взяли. Тогда было бы вообще. Да, это вообще плюс восемь веры просто, из ничего. Спасибо. 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 Они письменность открыли. Пошпите, тоже вкусность. Хорошо. Раз золотишко будет у меня подкатить. Китайцы, чё-то там угол не исследовал. А, слева внизу? Нет, блин. Не, оставь, оставь. Сверху, справа. Китайцы, оставь. Если что, будем откатывать. Если ты сейчас разведаешь, то не сможем находить. Что уже вся территория будет разведана. Ну, если кто-нибудь вылетит из игры, то мы не сможем уходить, потому что вся территория разведана. Ну, да не, ну как, все равно, что-то вон, половина. Половина соперника. Или идти, или не идти, я так и не понял. Пускай они откатывают. Иди, иди, исследуй, чё там. Ты слышишь, Лёша, ты первый город левее серебра будешь ставить или куда? Да, ну там, где ты хотел, чтобы до пряностей добраться. Нет, тут важнее сейчас рабочего быстрее. Иди, 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 иди. Так, давайте сразу в арабку выйдем. Я сейчас быстренько поставлю три города и арабку построю. А, ну чё, они через шо, они там пошли. Так, традиция, традиция, традиция. У перца уже второй город поставлен. У индуса пока нет второго города. И у этого, и у Дани нет второго города. Чем мы им, войну объявлять? Объявляем. Объявляем, да. А религию кто основал? Индус? Сейчас посмотрим. А индус, да. Индус основал. Так, ну мне сейчас счастья не особо надо. Поэтому давайте лучше на рост. За выгоны для ладания. Построю рабочего. Сразу всё на рост включу. Здесь вот на еду. А, блин. Тоже надо бы, конечно, на религию переключить. Так, вы там копите деньги, чтобы я барьерный риф выкупил. Ну, у меня следующим ходом 35 голды будет. Обалдеть. Да ты скрутш макдак. Надо пойти сюда контролировать побережье. А сможете ли вы упадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже оффлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Нет, до 5 надо вырасти, аж брать и библиотеку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В следующем ходу житель сразу вот сядет на Кайлас. Слушай, давай ты, китаец, своим рабочим мне... Серебро обработаешь. Ну да, сейчас, скоро. Доги. А, и в смысле банан в 8-нинке? Ну да, антишище. Хорошо. Все для тебя, Солнечко. Спасибки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так 6 ходов давайте наверно сектора среди не хватило 2 потом он 50 будет стоить у меня к этому моменту как вырастет город накопится 50 так сделаем ты лучше китаец купи второе серебро обработай его и шашону кинь так я сейчас город там поставлю мне просто сейчас 11 голды ну или а у тебя город автоматом покупает это серебро плянь я не хочет равнина будет может эти говорю про то что лучше а сколько стоит купить при меня сейчас 11 но у меня ход плюс ноль сколько стоит купить серебро я спрашиваю 29 но и 19 надо еще у вас есть еще ожидай все это до рабочего этого не буду доводить но не денег мало меру вообще ну да уж хорошо на шашона денег не будет не будет не честно у нас поработать не после амбара что построить самая вот эти библиотеки которые алду дают плюс 2 у меня нормально погалдишь да немного я думал где мне третий город ставить ну понятно что на берегу ну там грустно же это мы же финансы а а вы все выше осенинки ну да конечно я думаю может на камень поставить чтобы до меди дотянуться заметьте железо и и соли окна шоу не будете баб давать только я буду давать шаш он не будет ну какие-то 19 дальний пожар а люки нет нет я у меня есть я помню просто тяжел к прикинь ожидая следующим ходом еще плюс шесть дан а у тебя у самого серебро и благовония обрабатываются сейчас не обрабатывается скот сейчас потом ферма 21 джунгли поставь на один ход серебро и и благовония один ход чтобы денег тебя максимум пришло игнорируешь благовония три золотых серебро он типа видимо расти хочет очень сильно непреодолимое желание вырасти он не понимает то что он на серебре быстрее амбар построить зачем зачем ты мне это говоришь он вообще присутствует тут он нас слышит я знаю стоя ему объясняю наши наши что одно золото не хватает да да и шашу на одно золото человеку возьми 333 золотом так блин миг 4 еще город где-нибудь поставить на море может поставить на камни выше камни а если ты смотри третий на камень поставишь а четвертый там я не знаю между осенинка и ананда и поставишь нет или там сильно мало места на война этом на на реке кстати да ну да 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 я тоже вариант неплохое тут место я думаю второй город поставить и где у меня сейчас после стоит принципе это нормально как раз и бананы достаю и серебро и благовония ну расти пока не будет китаец обрабатываешь серебро отдаешь сразу его шашону да 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 понятно я потом тогда слышишь тебе в этом в осенинке обработать серебро я потом пойду лошадок тогда обработаю еще да или не надо ли уходим в принципе в принципе мета между там я обрабатываю риф там вырастет я наверно буду серебро это обрабатывать так что короче хотя ну обработайте это в принципе у столицы есть чем заниматься то есть есть рабочий а у меня то один рабочий до обработаю еще лошадей так мы вышли в философию они вышли тоже в философию что-ли да а деньги богословия слушай надо сейлинг открыть ну не прямо сейчас можно но мере нужны будут лодочкой мы через мореходку они они драму да да а потом богословия а потом в теологию у меня золотой век поздравляем и держи серебро также великую библиотеку и геликорнас строить нельзя артемиду нельзя великую стену нельзя да а прикольно они в шестой ты визеешь это типа только китайское строение за ну вокруг твоей границ можно стену это даже не строение а улучшение улучшение но правда это будет дебильное улучшение если его грабить можно вот так нормалек уже алонсо сари как раскорячила его по всему побережью знаменитая морская нация шашонов как у тебя там со счастьем кстати да дофига 11 ну так давай еще ставь города меня скоро вторые благовония потом еще будут у меня тоже плюс 9 счастья как бы мне тут что тут встать так богословие 42 ход неплохо так что там мечети счастье от садов страны какой странный выбор до те же мечети ну хорошо плюс одно счастье дают но зато там и как его и культура и вера а что блин сады не везде построить можно только на ну не знаю уж и китайцы строй поселенцев что-то она шутят золотом такие проблемы что-то ничего строй поселенцев говорю сейчас он на 1 вырастет у вас там никакие города еще не требуют ресурсов для ну а деньги ну хоть его вен вен вино вот так возьмем минутами я как раз до обработал ты говоришь шишон у тебя куча дали счастье да тем более ты сейчас сам бежим сможешь реальности не пряности вино потом благовония третий город и думаю может не поставить там где ниже масанка не там где алмазы он бизоны там лошади да конечно сайте и лёша тебе надо бы выкупить полом скорее всего у реки сейчас я город поставлю он у меня кучу клеток займет думаешь холм тоже мне кажется до 55 100 нуты пока будешь идти ты будешь прямо на нет и на лугу поставишь на город следующий уход ну ты пока следующим ходом не ставь я посмотрю сколько у меня там денег будет питается в 13 лет он придаст так уж мне надо 55 то есть 18 все выкупил клетку можешь ставить религия ну чё производство брать а там другого выбора нет я бы на твоем месте бы взял монастыри ну я вот тоже думаю что монастыре лучше взять а в основателях плюс 2 от от города правильно да наверное таки пахи пахи миром господу помолимся надо было ислам брать я не знаю молитв на исламском просто аллаху акбар а могли да то есть могли бы на них нападать и писать в чате аллах акбар то что они по-моему на море общение не собирают это хорошо ну как мы видим только одну клетку у них чудовище не собираются пошли ну шашон просто позанимался только территории я думаю не побоятся ставить города мы типа по-любому первые их поставили да потому что они через все через традиции у нас меди 1 и 2 данными все-таки надо ставить так чтобы дотянуться до этой меди все-таки на камень а тут еще один город будет поставки не нужны будет час от меня или нет нет мне нет отлично у меня все хорошо это может открыть оптику подарить шашу 0 юнитов и хай плывет туда ну давай все равно выйдем богословия богословия дай ну вот после богословия чё там они ставили города или не если поставили замуж на валят прием успеем и все равно идем богословия пока не буду строить есть четыре фото еще не благовония будут кому надо будет вам скажите часть им мало сразу библиотеку или амбаршем в осенинку пускать запущу тут два каравана между собой вы меня всю игру обтираете они вот тут на вино пускай они вот тут на вино пускай пускай блин мне в столице хлопок нужен у нас я понимаю они хлопок есть у шашона шашон поделишься давай вино на хлопок не внутри давай отлично слушай китаец приведи мне этого рабочего своего от пекина в анандагу и подари просто у меня тут серьезная нехватка тут мне сейчас придется софию строить у меня не обработано ни производства ничего нету так отойду до конца хода так так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушай, ну мне пока не надо благовония, мы тебе скажем, когда что-то надо будет. Конечно, мы знаем, у тебя есть благовония, круто. Ты меня вот рабочего в виде. Да, я в виду уже, видишь, от Пехина он идет, братан. У них, кстати, я посмотрел, у Индуса два города, а у Персии по три. Ну, Индусу пока сложно просто много городов ставить. У него это же такой сразу минус, к счастью, в начале. Блин, на сининках хочет золото. Вот золота у нас нету точно, да? Да, никогда бы нету. Плюс 25% на еду, поэтому мне сейчас имеет смысл все тут на еду ставить. Они математику открыли. Надеюсь, Петра у них там нету какой-нибудь классный. Кто знает, может, они религию надеют. Слушай, Шашон, может ты около Пахокви своим рабочим мне обработаешь вино? Прямо сейчас тебе надо, я просто думал, благовоние себе. Ну, а у тебя что, со счастьем проблемы? У меня просто эта клетка обрабатывается вот прямо сейчас, и золотой век идет. Да, давай, хорошо. Мне надо, чтобы побыстрее не город вырос, чтобы я мог сейчас Софию начать строить. Я, кстати, если еще могу тебе второй карман построить, пеки на Ванандау, чтобы ты быстрее рост поставил. У меня уже с Шанхая в Пекин ходят, я этим ходом поспал. Я сейчас двух рабочих сделал, и потом могу послать караван к тебе. Так, если что, у меня золотой век тут пошел. Так что у меня денег плюс 21 в ход. Нормально. Да, и, кстати, после теологии в оптику мне еще надо за этим, за маяком. Вообще, лучше, если честно, колосс, чтобы ты построил дополнительный караван и бабки. Ну, это да. Как думаешь? Ну, это да. Колосс тоже неплохо. Я в Осенинке, кстати, быстро колосс построится. Я вот думаю, может, мы в обработку уже лезли или как-то. Так, я, короче, рабочего тебе дарю. Да, спасибо. Я тут город, короче, под себя, под Маханкань и поставлю на алмазы. Ну, и у тебя, китайцы, еще четвертый город. Можно ниже Осенинки и слева от Пекина еще будет. Наверное. Так, ну, я не знаю, но типа там места мало очень, но он не особо такой себе будет. Ты с третьим радиусом уже смысл, я в 3 лучше сыграю. А сколько тебе там оставалось? Перехода. Жалко. Слушай, ну я, наверное, ставлю на миссионеров и в первую очередь твои города на побережье буду обращать. Хорошо. Чтоб ты давил там на них. Всячески. А, блин, слушай, уже агаидика стала в их веру. Ничего себе. Так, тут где-то рядом... Тут где-то рядом столица Индуса. Справа. Где там Павел? Нет, Павел был куплю. За коленкой ниже складывается. Смотри. Так, спасибо за вино. Спасибо. 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 Так, ну я, короче, потом с Пекина посылаю, да, тебе в Анандагу караван? Да. Придется тут вырубить лес. В любом случае он на холме, но я сейчас вырублю его для Софии. А, Исохи. Да, маловато у меня. Ну шо, кого? Нет, сначала оптика. Пускай шашон сплавает, а потом обработка железа, да. На тебе, китаец, ученого, посади там. Я тебе посажу. Они, кстати, в деньги вышли. Вот понятно, не Китара. Да я не думаю, что там сильно мышники это. Что, ты мне учено будешь передавать? Может, лучше Анандага будет более жестко? Может, лучше ему отдавать еще? Что ты взял, что лучше ему? Я спасусь, сколько джунги будет. Хорошо. 16 ходов. Ну, не волнуйся, я сейчас вырублю леса и построю шахты еще. Потому что у меня тут производства вообще нет. О, и брал тар у них. Нормально. Ну как, он не у них еще? И они, видимо, боятся ставить около него. Судя по всему. Нормально делаю. Да, пускай так будет. Никаких ферм на этих холмах. Просто потому что у меня... Ну, они, конечно, около реки. Но у меня просто тупо нету производства. Мне надо тут шахты строить. Китайцы, где и дуболомы, наверное, шашону подари. О, у меня тут две рыбы. Отлично. Тут вообще будет маяк в Гранд Ривере неплохо. Ну, так, на 17 ходом. Зато потеряю, Софья, 11 строится. Тут все на культуру. Все, норм. Монастырь 100. Нет, лучше миссионера. Надо распространять. Особенно в Пахокле он тут получит неплохо культуры и веры. Так, два хода, три хода. Слушайте, давайте, может быть, откроем... Ну, ладно, давайте полусь, короче. А что ты хотел? Дороги. Давай следующим после этого, да. Потом можно будет машиностроение, физику. Вот и висячка подоспела. 9 ходов. Висячку, да, не дочанин. Уже восемь ходов. Ну, вот смотри, уже восемь ходов строится. Вижу. Софья. Да, они вообще по побережью не ставят. Это проигрышная тактика. Да. Обычно вся та, кто не ставит на побережье, тут проигрывает. Ну, раз ты говоришь... Все, золотой век. Закончился. Спасибо. 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 этим всегда путан и так ну иди в другое место шесть ходов давайте дороге но я уже поставил дороги и китаец станет или академию сделал до обрабатываю постоянная я я и я война тебе китаец подойдут и посадили в город он посередине требовать даю машину меня гоняйте поварить отдать то не надо видишь они там уже поставили войска не поймут купим погоду благодейки потом что там ты даже делал православие пока только в пахок я те в пахок вивга шут как раз распространю и в пахок вивга шуте нормально может не кто-то мрамор дать есть такая вот а у меня нету меня есть ну ладно туда отводе счастья и 9 а тогда не надо бородача нам просили его надо выпустил текар ван прошлом ходом я вижу спасибо не надо тут еще город будет поставить не знают хорошего тут места вижу вот у них сверху например чего там город не ставят сари там и овцы есть здесь это за руины города именно руины города дорога луга вон посмотри возле твоей 3 ремы там где воин перстали там где и овцы и прям прикол они поставили после передали город то что видишь у меня города на море передали ничего себе как-то не жестко соль три рыбы вот неужели и что блин блин настолько это да давай это агент охота потом деньги я думаю я думаю мы пойдем подожди шашула что ты строишь колосс я думал я в осенинке построю ну ладно строй не знаю но мне как бы больше караванов напуска а после охоты чем и где не буду уходить ну деньги или конюшни не знаю на посмотреть ну конюшня у меня в столице пора не знаю не знаю не знаю не знаю как а 1 еще в одном городе ну и с деньгами то у нас все нормально давай конюшни потом уже деньги потом уже деньги подожди по этому это разъем но каких нас в Так. Сейчас я тут укреплю. Что, надо бы и барабудур, наверное, сразу попробовать. Так, давайте до васенинки построим поселенцы. Так. Что-то тебя там вообще никто не встречает. Я бежал. Я бы, честно говоря, лошадей бы построил, а я оттуда сверху высадился и бегал бы, что-нибудь гадил. Можно всадников. У тебя производства дофига, ты можешь пару лошадей мне подарить, чтоб не одному управлять, бегать им там. Ну просто давай. Напрягать. Они там вообще, они то место вообще никак не контролируют. Ну тогда ему надо воинам уйти, чтобы они нас не заметили, чтобы они не заметили. Чтобы они туда в лоскартере двигали. Вот ветра подъехала. Китайцы, зачем ты в Пекине сады построил? Я сейчас гильдию писателей построю. Наверное, стоит сначала гильдию писателей строить, а потом сады. Понимаешь почему? Да, 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 да. То ты построил здание, оно у тебя требует золота, но при этом не работает. Оно у тебя у тебя у тебя три хода не работает просто. А вот и Улуру. То, на котором они религию набили. Да. То есть у них Улуру и Гибралтар, а у нас Барьерный Риф и Кайлас. Блин, а он явно мог столицу поставить, если бы знал, что Гибралтар мог так поставить, что и Улуру и Гибралтар бы захватил. Ну там под линкорами он бы упал бы. Или под фрегатами. Ну под какими? Тут два линкора только добивали бы и все. Ну с автократии там много становится с радиуса. Ну ты имеешь ввиду на вцу, да, ставишь? Что, что? Ты имеешь ввиду, если он на вцу ставит? Да, да, да. Так, ну что укрепляем? Какие пожелания? Могу мечети взять? Да, давай мечети, у меня веры тут много. А может все-таки процент к производству? Да нет, он не веры тут много. Зачем? А в этом Enhancer Belief. Миссионеры дешевле, религия распространяется дальше. А власти дружественных городов там есть типа? Они, они, они уже взяли. Они взяли. Ааа. Тогда, ладно. Тогда миссионеры лучше дешевле. Да блин, я сейчас Боробудур хочу построить. В принципе, нафига нам миссионеры. А, туда не надо, если будешь Боробудур. Я, наверное, возьму религиозные тексты, что типа религия распространяется на 25% быстрее. Ну, я бы мечеть, ты будешь мечеть? Тогда мечети уже взял, это религия, это последователей. Там уже, в Аляске, ну там уже ты никак не пройдешь, ты с ним поделил. Аляски стоят. Так, миссионер. О, у тебя по хокве уже своим ходом православие приняло. Смотри, ты там можешь, если что, уже монастыри купить. Не, я в начале пагода куплю в этом, погодите. Так, пойду, значит, в Гашут. Так, а где город поставлю? Наверное, вот тут. Слушайте, давайте констракшн следующим откроем. Эти мастерские? Нет, эти лесопилки. А, металлоконструкции. Констракшн, констракшн. Да, металлоконструкции, металлуки там где. Чтоб быстрее накопилось на золотой век. Так-то у меня счастье немерено. А сколько у тебя счастья, Шашон? Всем. Ну, я еще арену не срывал, цирку. Там миллион. Там миллион. От черта. От черт. Обязание. После логиза-м trainers в животные. Ослышите, которые получены в requirements değişт 위해 Cutter School. на этих танкетках ушатать танкетки быстрее чем радар просто смысл в том что кавалерию настроек явных ее там можно такой дебош устроить начать танкетками а закончить парашютами вот как вариант да возможно а что-то датчанину не повезло вообще там позади я так думаю что нам не стоит бояться атаки берсерками но если что настрой перемен и он ничего не сделает у нас еще и чекану и может сейчас в мастерские пойдем и госслужбу можно чечениту забрать у них на него службы мы пойдем за него служба да а а Продолжение следует... 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 На этом все. Играйте в умные игры.